Что, по вашему мнению, должен включать в себя общий искусственный интеллект? Да, это очень интересная тема, над которой я размышляю на протяжении долгого времени. Полагаю, что существуют различные подходы, с помощью которых можно добиться создания искусственного интеллекта человеческого уровня. Не думаю, что существует некий золотой стандарт алгоритма или способа проектирования, который может сработать. Хорошая аналогия — это воздушный транспорт. Человечество создало самолеты. У нас есть вертолеты. У нас есть воздушные шары. У нас есть бомбардировщики-невидимки, которые не похожи на обычные самолеты. У нас есть дирижабли. Еще птицы. Да, птицы и еще жуки, верно? Я хочу сказать, что у нас имеется большая разновидность воздушного транспорта. И есть катапульта, которая может что-то запустить. Да, а также некое подобие летающих велосипедов. Но на сегодняшний день все это можно описать и проанализировать с помощью аэродинамики. Поэтому одна из проблем с ОИИ заключается в том, что у нас еще нет аналога теории аэродинамики. Это то, что Маркус Хутер пытался создать с помощью своей АИКС и общей теории общего интеллекта. Однако эта теория, особенно в местах, где она имеет наиболее четкую формулировку, применима только на оборудовании, обладающем бесконечной вычислительной мощностью, либо использующим ее непрактично. Поэтому, если мы собираемся применять теоретический подход к ОИИ, то в таком случае, ну скажем, давайте возьмем то, что называется АИКС и ТЛ, который представляет собой АИКС и машину Хутера, которая может работать с просто безумно большой вычислительной мощностью, а не бесконечно большой. А что означает ТЛ? Время и длина. В общем, как работает аппарат АИКС и перед тем, как будет предпринято какое-нибудь новое действие, он просматривает всю историю до этого, а затем он просматривает все возможные программы, которые могут использоваться для принятия решения. И только потом он определяет, какая из этих программ принятия решений поможет ему принять наилучшее решение в соответствии с размером вознаграждения из его истории. И таким образом, он использует данный алгоритм принятия решений, чтобы принять следующее правильное решение. Его не пугает бесконечная база данных. Перед совершением каждого нового действия, он ищет варианты среди всех возможных программ. АИКС и ТЛ осуществляют поиск среди возможных компьютерных программ, которые имеют время работы меньше Т и длину меньше Л. Это тоже довольно непрактично и требует огромных ресурсов. То, что необходимо сделать для создания ОИИ, и то, что, вероятно, будет сделано через 50 лет, чтобы создать ОИИ. Ну, хорошо, представим, что у нас имеются некоторые ограничения, и у нас есть ограничения вычислительной мощности. У нас есть ограничения по размеру памяти и времени исполнения программы. Ограничения по энергопотреблению, и у нас есть этот конкретный тип окружающей среды. Например, тип окружения для человека — это физические объекты на поверхности Земли, которыми можно манипулировать, и это язык нашего взаимодействия. В общем, это особое требование для нашего существования и функционирования. Если вы формализуете эти требования в некий формальный язык спецификации, а затем будете иметь возможность запускать автоматизированный специализатор программ для AXCTL, который в свою очередь специализируется на ограничениях вычислительных ресурсов, конкретном окружении и определенных целях. А уже затем он должен будет выдать специализированную версию AXCTL с учетом ваших ресурсов и окружающей среды. Это и будет вашим OEE. Я думаю, что именно таким образом OEE будет создавать новые улучшенные версии самого себя. Звучит довольно грубо. Это очень русский подход. Вся область специализации программ пришла к нам из России. Давайте вернемся к тому, что такое специализация программ. В общем, это то... Например, классификация. Можно иметь общую программу для классификации реестра. Например, что реестр, который вас интересует, имеет длину не более 10 тысяч. Можно, например, запустить автоматический специализатор для классификации алгоритмов, и он предложит алгоритм, который будет оптимальным для классификации реестра длиной не более 10 тысяч. Тогда получается, что процесс эволюции — это специализатор программ для окружающей среды. Получается, что человеческие существа развиваются как бы... Это точно, у вас прям проявляется русское наследие. Я хочу сказать, что да, есть некоторые мысли по поводу того, что эволюция развивалась именно таким образом. Я хочу сказать, что мы думаем об общем искусственном интеллекте человеческого уровня примерно следующим образом. Допустим, если начать с узкоспециализированного ИИ, который похож на тот, что сейчас используется в коммерческой области, его разработчики размышляют над тем, как сделать его более общенаправленным. С другой стороны, если начать с АХ и машины Гёделя, или же ИИ, который запущен на бесконечно мощной аппаратуре, которая в принципе невозможна. В общем, в таком случае, переход на человеческий уровень ОИИ, это вопрос специализации. Суть этого варианта состоит в том, каким образом вы сможете специализировать максимально обобщенные процессы обучения, чтобы они могли работать в рамках имеющихся у вас ограниченных ресурсов, но при этом достигали конкретных результатов, которые вы устанавливаете. Ведь по сути, наш человеческий интеллект не является общеспециализированным. Если бы я попросил вас пройти лабиринт в 750 измерениях, в лучшем случае, вы бы были довольно медленным, тогда как в двух измерениях вы бы показали результат получше. Я имею в виду, что человек довольно специализированное существо, потому что наш гиппокамп представляет лабиринт в виде двухмерной карты, но никак не карту в 750 измерениях. Человек представляет из себя довольно своеобразное сочетание общенаправленности и специализации. Скорее всего, при рождении мы имеем общую направленность развития, конечно, довольно узкую, но все же более общую, чем в возрасте 20, 30, 40, 50 или 60 лет. Я думаю, что в этом смысле у новорожденного мозг более комплексный, потому что в каком-то смысле маленький ребенок менее предвзят, и его мозг как бы формирует подходящую структуру для обработки данных о физическом и социальном окружении. С другой стороны, маленький ребенок очень привязан к своим ощущениям. Например, взрослый может представить себе такое абстрактное понятие, как 750 измерений, а ребенок этого сделать не может, потому что у ребенка не развито то, что Жан Пиаже назвал формальными операциями. В общем, у них нет абстрактного мышления. Способность мыслить абстрактно имеет более широкую общую направленность, чем то, что имеется у детей. На самом деле, с развитием мозга ребенка одновременно увеличивается общая направленность и узкая специализация. Я полагаю, что просто направление специализации наиболее управляемое в раннем возрасте. А у тебя есть дети? Нет, нету. Они не настолько управляемы, как ты думаешь. Я полагаю, что подросток более общеспециализирован, чем любой ребенок. Ведь дети, они довольно глупы. Нет, они, конечно, милы, и именно поэтому мы миримся с тем, что они повторяют одни и те же глупости. У них есть то, что в дзен-буддизме называется разумом новичка. Это, конечно, хорошее свойство, но оно не всегда коррелирует с уровнем интеллекта. Сочетание таких качеств, как глупость и милота, во многом помогают нам мириться со всем этим. Ну да, потому что с возрастом, когда ты становишься таким же уродливым стариком, как и я, то тебе приходится становиться умным, чтобы не комплексовать по этому поводу. В общем, если вернуться к твоему первоначальному вопросу, я вижу процесс создания общего искусственного интеллекта человеческого уровня как специализацию и обучение сверхчеловеческой силы для того, чтобы достигать конкретных целей, которые нам нужны на основе ресурсов, которые у нас имеются. Цели, ресурсы и окружение, все это очень важно. Что касается ресурсов, то здесь важно, чтобы аппаратные ресурсы, которые будут задействованы, сильно отличались бы от человеческого мозга. Потому что способ реализации ОИИ на кучке нейронов в банке, которые я мог бы произвольно перепрограммировать, сильно отличается от того, как я бы реализовывал ОИИ на огромных фермах графических или обычных процессоров. В свою очередь, это может сильно отличаться от того, как я хотел бы реализовывать ОИИ на каком-нибудь квантовом компьютере, который будет у нас лет через 10. Просто предположим, что кто-то создаст квантовую машину Тьюринга или что-то подобное. Я полагаю, что с течением времени происходила коэволюция структуры организации человеческого мозга и физиологических особенностей человеческого мозга. Если мы взглянем на нейронные сети, это один из мощнейших алгоритмов обучения. Но это еще и алгоритмы, которые разбивались для того, чтобы использовать особенности строения человеческого мозга в качестве вычислительного субстрата. Если же вычислительный субстрат представляет из себя, например, серверную ферму, тогда вам не обязательно понадобятся те же алгоритмы, которые соответствуют человеческому мозгу. И на определенном уровне абстрактного представления, лучшие алгоритмы человеческого мозга и лучшие алгоритмы компьютерной сети, это просто разный способ реализации одних и тех же процессов обучения. Однако нахождение этого уровня абстракции, это собственный исследовательский проект ОИИ. Это что касается аппаратной части. Все программное обеспечение вытекает из аппаратного. Давным-давно я написал статью об этих требованиях под названием «Приоритеты внутреннего взаимодействия». По своей направленности, она схожа со статьей Йошо Бенджо о приоритете сознания, за исключением того, что я не хотел затрагивать понятие сознания. Потому что для меня проблема квалия и субъективный опыт — это очень интересный вопрос, о котором мы можем поговорить. Но я бы предпочел отделить эти философские дебаты от обсуждения того, какими базовыми свойствами должен обладать ОИИ, чтобы достичь человеческого уровня. Я не уверен, что Йошо Бенджо акцентирует внимание на том, что такое сознание. Он просто использует этот термин. Нет, я люблю Йошо. Он мне нравится. Он, безусловно, мой фаворит по части глубокого обучения. Знаешь, он такой добросердечный парень. Однако я не уверен, что он проник в глубины философии сознания. Нет, для него это просто своеобразный фетиш. В общем, то, что я назвал приоритетом внутреннего взаимодействия... Объясните, пожалуйста. Да, да. То, что я имел в виду, это для чего люди развивались. Можно сказать, что для того, чтобы быть человеком. Но ведь это очень абстрактный ответ. Наш разум управляет персональным телом, которое является автономным агентом, передвигающимся в мире, состоящим в основном из твердых объектов. Мы также эволюционировали, общаясь с помощью языка, с другими подобными твердыми агентами, что позволило нам совершать коллективные действия в мире твердых объектов. Все это довольно очевидные вещи, но если вы сравните их с объемом всех возможных разумов, или даже всех возможных разумов, которые потенциально возможны, то все вышеописанное является большим ограничением. Потому что если взглянуть на то, как бы вы воплощали специализированную или ограниченную версию универсального общего интеллекта в системе, в которой имеется ограничение по памяти и скорости обработки, но при этом, чтобы данный интеллект был заточен для управления твердотельным агентом, который передвигается в мире, состоящем из твердых объектов, манипулирует твердыми объектами и общается посредством языка с другими подобными агентами в том же мире, в таком случае вы сможете проанализировать и получить требования для интеллекта, который равен человеческому. Это приводит вас к когнитивной науке. В этом случае можно взглянуть на то, какие типы памяти имеются у человека. Все это получило развитие буквально за последние десятилетия. Меня это сильно увлекло, потому что после получения степени доктора математики, я был академиком в течение 8 лет. Я работал на факультетах математики, информатики и психологии. Когда я работал на факультете психологии университета Западной Австралии, то был сосредоточен на когнитивной науке о памяти и восприятии. На самом деле я преподавал студентам машинное обучение нейронной сети и многослойные перцептроны. Психологам? Да, когнитивная наука являлась междисциплинарной для инженеров, математиков, психологов, философов, лингвистов и программистов. Мы учили студентов-психологов пытаться моделировать результаты когнитивных экспериментов, используя многослойные перцептроны, которые являлись ранней версией глубокой нейросети. Хотя в то время данная технология имела небольшое распространение и очень медленную скорость работы. В общем, вы хотите сказать, что изучение этих довольно ограниченных систем... Если вы посмотрите на когнитивную психологию, то сможете увидеть, что существует несколько типов памяти, которые в определенном роде представляют из себя подсистемы человеческого мозга. У нас есть эпизодическая память, которая учитывает нашу жизненную историю и все, что с нами происходило. У нас есть декларативная или семантическая память, которая представляет из себя факты и убеждения, а также абстрагируется от конкретных ситуаций по мере их возникновения. У нас есть сенсорная память, которая в некоторой степени зависит от сенсорной модальности, а в некоторой степени является унифицированной моделью сенсорных модальностей. Есть еще процедурная память. Она отвечает, например, за то, как управляться с теннисной ракеткой. Можно, конечно, сказать, что это моторная память, однако процедурная память немного более абстрактна, потому что задействует мозжечок и кору вместе. Есть эмоциональная память, которая задействует связь коры и лимбической системы. Существуют особенности пространственного и временного моделирования, связанные с памятью, которая имеет отношение к гиппокампу и таламусу, которые соединяются с корой. У нас есть базальные ядра, которые оказывают влияние на наши цели. Поэтому у нас есть специфическая память о том, каких целей и подцелей мы стремились достичь в прошлом, а также в каком контексте это происходило. Человеческий мозг использует абсолютно разные подсистемы для этих различных типов памяти, и процесс обучения будет иметь абсолютно разные настройки, как и по-разному настроенные режимы долговременной потенциации, связанные с типами нейронов и нейротрансмиттеров в различных отделах мозга, которые будут соответствовать этим различным типам знаний. В общем, эти настройки будут соответствовать разным типам памяти человеческого мозга и способу их обучения. Теперь же вы можете поместить все вышеперечисленное внутрь агентов, которые функционируют в мире твердых объектов. Далее, если вы посмотрите на способы, с помощью которых пытаются создать системы ОИИ сегодня, то вы увидите, что в первом из них делается упор на когнитивную науку и нейробиологию, при этом пытаются определить, какие типы памяти необходимы для данного вида интеллекта, те типы обучения хорошо сработают с этими различными типами памяти, а затем думают, каким образом все это соединить воедино. Но ведь дело в том, что человеческий мозг делал это постепенно в процессе эволюции, потому что каждая из подсетей мозга, я имею в виду, что то, что мы называем отделом мозга, на самом деле является его подсетью. В общем, каждая из подсетей мозга эволюционировала вместе с другими подсетями мозга, как с точки зрения паттернов ее организации, так и с точки зрения особенностей нейрофизиологии. Они росли и развивались в процессе общения и приспособления друг к другу. Это далеко не то же самое, что взять несколько черных ящиков и объединить их в одну систему. Инженеры склонны думать, что мол, давайте сделаем блок декларативной памяти здесь, блок процедурной памяти здесь и блок восприятия здесь, а затем просто соединим их вместе. И когда они это делают, это довольно интересно. Я хочу сказать, что таким образом можно собрать автомобиль, однако это явно не тот подход, с помощью которого были созданы биологические системы. Все составляющие компоненты эволюционировали совместно, чтобы адаптироваться и функционировать тоже совместно. По-моему, это свойства каждой спроектированной человеком системы. Это довольно привлекательно, хотя я вижу, как последнее десятилетие было создано множество удивительных вещей, которые кажутся мне довольно странными, потому что они полностью игнорируют когнитивную архитектуру. Вы считаете, что... У меня было много общего с этим сообществом. Например, Пол Розенблюм, а также Джон Лейерт, которые создали SOR когнитивную архитектуру, являются моими друзьями. Я изучил SOR довольно неплохо, а также другие разные когнитивные архитектуры. Я знаю, как выглядел мир в области искусственного интеллекта около 10 лет назад, прежде чем начался взрыв коммерческого использования нейросетей и глубокого обучения. С одной стороны, были эти ребята из области когнитивной архитектуры, которые работали в тесном сотрудничестве с психологами и когнитивистами. Они уделяли особое внимание тому, каким образом отдельные части человеческого разума должны работать воедино. С другой стороны, были ребята из теории машинного обучения, которых совершенно не волновала архитектура. Они просто думали о том, как распознавать паттерны и работать с большим объемом данных. В каком-то смысле, то, что нужно было сделать, это взять наработки парней из области машинного обучения и соединить это с тем, что делали парни, которые специализировались на когнитивной архитектуре. И тогда, возможно, мы бы получили что-то годное. К сожалению, если взглянуть на это более детально, то вы просто не сможете сделать этого сегодня, полностью не переделав все достигнутые наработки, как в когнитивной архитектуре, так и в глубоком обучении. Они пытались сделать нечто подобное в SOAR, но то, что они в конечном итоге получили, было похоже на использование глубокой нейросети для механизма восприятия. Это стало просто еще одним черным ящиком. Да, механизм обучения становится одним из черных ящиков, а не одной из составляющих частей системы. Да, это не совсем работает. Можно посмотреть на некоторые вещи, которые сделал DeepMind, например, на дифференциальный нейронный компьютер. Он представляет из себя нейросеть, которая осуществляет глубокое обучение восприятию, а также другую нейросеть, которая похожа на матрицу памяти и которая может ориентироваться, например, в лондонском метро. По сути, его создатель предлагает нам представить это в виде гускания кортекса и куска гиппокампа, потому что у гиппокампа есть пространственная ориентация, и когда он был нейробиологом, он выявил кучу взаимосвязей коры головного мозга и гиппокампа. Это пример разработки специалистов из мира глубокого обучения, которые пытаются сделать шаг в направлении освоения когнитивной архитектуры. У них есть два нейронных модуля, которые примерно соответствуют двум различным отделам человеческого мозга, а также соответствуют двум различным типам памяти и обучения. Но, с другой стороны, это очень-очень грубый подход с точки зрения когнитивной архитектуры. То же самое сделал и Джон Лейерт, когда попытался встроить нейросеть в архитектуру СОР. Но это был очень грубый подход с точки зрения глубокого обучения, потому что процесс обучения как бы не оказывает никакого влияния на представление системы. Система не могла формировать представления, она лишь изучала поступающие в нее данные. Нейросеть позволяла обучаться центру восприятия, но затем данные передавались в центр представления, который обучаться не мог. Для меня это было понятным делом, и одна из моих надежд, связанная с сообществом ОИИ, заключалась в том, что люди из этих двух направлений будут работать совместно. Этого не произошло... Еще не произошло? Да, я это и хотел сказать. Этого не произошло с точки зрения объединения львов когнитивной архитектуры со львами глубокого обучения. Это сработало в том смысле, что новое поколение молодых исследователей забили себе голову одновременно двумя этими идеями. Это возвращает меня к высказыванию, которое часто цитировал мне мой отец, будучи при этом профессором университета. Он говорил, научный прогресс это одновременно и чьи-то похороны. Я стараюсь этого избежать. Мне уже 53 года, и я пытаюсь изобрести удивительные, странные и новые вещи, о которых никто и никогда не задумывался. В общем, то, о чем мы говорили в течение нескольких минут. Но по сути, такая черта наблюдается у людей, которые занимаются ИИ долгое время и сделали свою карьеру в разработке одного аспекта, либо когнитивной архитектуры, либо в области глубокого обучения. Это может быть довольно трудно, когда ты состаришься и сделаешь свою карьеру в одном направлении. Может быть трудно мысленно переключиться в другую сторону. Я имею в виду, я очень старался сохранить гибкость ума. Может, вы добились в этом успеха? Может быть, вы поменяли свои взгляды на то, что потребуется для создания общего искусственного интеллекта человеческого уровня? Сложность заключается в том, что отчасти мир не хочет этого. Мир или же ваш мозг? С одной стороны, ваш мозг не хочет, а с другой стороны, это то, что мир не хочет. Потому что люди, которые придерживались ваших идей и взглядов, будут, мягко говоря, не в восторге, если вы их измените. А также СМИ, которые хотят представить вас в виде носителя определенной идеи. Лично я изменил свое мнение насчет многих вещей. Когда я начинал свою карьеру, я действительно полагал, что квантовые вычисления будут необходимы для ОИИ. Но сейчас я сомневаюсь, что это действительно необходимо. Хотя и думаю, что это будет очень серьезным улучшением. На данный момент я нахожусь в процессе полного переосмысления нашей системы OpenCock. И я хочу переписать ее с нуля вместе с Алексеем Потаповым и его команда из Санкт-Петербурга, которые работают со мной в Singularity.net. Так что теперь мы пытаемся вернуться к основам, взять все, что мы узнали из работы с текущей системой OpenCock и взять то, что все остальные узнали, работая со своим прототипом ОИИ, для того, чтобы разработать лучшую основу для следующих этапов работы. Я полагаю, что можно извлечь многое из недавних успехов, связанных с глубокими нейронными сетями и в области обучения с глубоким подкреплением. Я хочу сказать, что люди смогли заставить эти по существу тривиальные системы работать намного лучше, чем я думал, они могут работать. Исходя из этих успехов, можно многому научиться, и я хочу соответствующим образом включить эти знания в нашу систему OpenCock 2.0. С другой стороны, я также думаю, что нынешние архитектуры глубоких нейронных сетей как таковые не смогут привести нас к созданию ОИИ. Поэтому я считаю, что нужно избежать укоренившихся убеждений о том, что все это мусор, только потому, что глупые журналисты все преувеличивают, считая это главным направлением создания ОИИ, при этом подкрепляя такую точку зрения мнением нескольких экспертов. Можно подчеркнуть много полезного из нейронных сетей, даже зная, что это тупиковый путь. Продолжение следует...